Доброго времени суток! Знаете, есть такой бизнес на червях. Это когда черви кушают, копаются в земле, удобряют эту землю, а потом человек продает как вкусняшку для растений. В Архейджи можно сказать, что тоже есть бизнес на червях, только продают самих червячков. Меня попросили глянуть и посчитать, выгодно ли высаживать компостные кучи. Выполняю просьбу, так как мне и самой интересно. Как и любой бизнес, следует проверять, а покупают ли вообще то, что собираешься производить, есть ли спрос? И в этом нам помогает статистика аукциона. Открываем и наблюдаем. Да, по динамике продаж ежедневно скупается от 50 тысяч до 100 тысяч более червей. Ежедневно. Спрос есть. Предложений на самом деле тоже много. На аукционе несколько страниц с червяками, и можно попытаться тут вклиниться со своими. Куда же столько червей требуется игрокам? Наши любимые червячки прежде всего нужны для производства пакетов семян, чтобы в дальнейшем не по одному семечку засаживать пугала, а сразу пачками. Еще на червяках можно прокачивать рыбалку. Закинул червей, купил удачливую удочку и стоишь АФК рыбачишь. Самих червей можно вырастить в компостной куче, которая в свою очередь покупается либо на аукционе, либо за ремесленную репутацию. Стоит компост примерно 50 серебра за штучку. Растет 3 часа, потом надо собрать и получить максимальное число червей. Это примерно 25 штук с одной кучей. Сбор компоста считается земледелием, и потому на экономию очков работы при сборе влияет именно прокача на земледелие. Кстати, в ходе данного обсуждения мы затронем немного и вопрос ремесленной репутации, но это будет дальше. А сейчас перейдем к расчетам. Считать тут достаточно все просто. Закупаем, как обычно, 100 компостов. Засаживаем грядочки и ждем 3 часа. Если мы новичок, то на сбор тратим 15 очков работы. На 100 грядок 1500 очков работы. Затраты 50 голд, если брать с аукциона. Собрал 100 компостов, у меня получилось собрать 2492 червяка, и продадутся они на аукционе примерно за 200 голд. Итого выходит, что зарабатываем мы 150 голд и тратим 1500 очков работы, что в пересчете на 1000 очков работы 100 голд. За сутки, напоминаю, это суточный реген и сеольная банка. 538 голд, а за месяц 16140 голд. Вполне себе нормальный бизнес на червяках, даже новичку с непрокаченным ремеслом и покупкой компостов с аукциона. А что же у гуру земледелия, которые прокачали себе 230 тысяч земледелия. Тратим на сбор одного компоста уже 9 очков работы. На 100 штук 900 лаер. Получаем все те же 150 голд прибыли. 1000 очков работы это 170 голд, сутки 914 голд, а за месяц 27420 голд. И тут мы опять покупали компосты с аукциона. Но можно купить компосты за ремесленную репутацию. Всего 80 ремесленной репутации за 1 компост. И у многих игроков этой ремесленки накопилось уже миллионами. Для ремесленной репутации у нас есть несколько квестов. Прежде всего это квесты Нуи. Первым делом, как заходите в игру, подойдите к Нуи и возьмите у нее 3 квеста. По одному квесту надо потратить 500 очков работы. По второму сдать ресурсы. И третий квест заработает 2500 ремесленной репутации за день. Выполнив все квесты, мы получаем с квестов Нуи 3400 ремесленной репутации. Есть еще 3 семейных квеста, которые суммарно дадут еще 3000 ремесленной репутации. И есть еще квесты на домах. У многих домов есть корзины с заказами, где можно ежедневно получать квесты на ремесленную репутацию и дельфийскую звезду. А если у вас несколько разных домов, то там еще и квесты различаются. Например, отличные от всех квестов есть у домика грибника, бобового дома и у улучшенного фермерского дома. Так что некоторые гуру добычи ремесленной репутации строят разные дома. Конечно же, ремесленная репутация получается при сборе ресурсов. Например, при сборе тех же компостов или огородов. А есть еще квесты на утку по-фермерски и так далее. Чуть подробнее можно посмотреть в старом видео про ремесленную репутацию. Там особо ничего не изменилось. Увеличить число получаемой ремесленной репутации можно с помощью костюма гитанского торговца, рыбы барамунда и различных зелий. Но лично я пользуюсь только одним костюмом гитанского торговца. Какие мы в итоге можем сделать выводы? Высаживать компосты и продавать червей на самом деле выгодно. Ежедневные продажи на аукционе показывают, что имеется нормальный спрос. Получать сам компост можно через различные класты на ремесленную репутацию. Но как и во всех подобных заработках, надо следить за аукционом. Если кто-то усиленно демпингует цены, подождать. Вообще еще немного математики. За суточный реген очков работы с сиольной банкой мы можем собрать на прокачанном персонаже 597 компостов за день, с которых мы получим 15 тысяч червей. И при этом за день покупается от 50 тысяч червей. Естественно, данным заработком занимаются и другие игроки. Потому нужно понять, при каких условиях вы будете продавать и получать прибыль. А не только тратить и складировать с червячков в сундуках. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч!